65 тысяч гектаров леса сгорело в этом году в Забайкалье. Показатели выросли по сравнению с прошлым годом. Причина этому – затянувшаяся сухая погода. Несмотря на это, президентский план по снижению количества лесных пожаров был выполнен. Это связано в первую очередь с тем, что пожары, которые происходили лесные, они заходили с земель иных категорий, сопредельных территорий, большим фронтом, и соответствующая площадь уже была значительная, в связи с чем у нас произошел рост площадей пожаров. Но несмотря на то, что у нас площадь больше, чем в прошлом году, указы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по снижению количества площадей пожаров мы выполняем. Мы находимся в числе лидеров. В этом году 48% возгораний произошли по вине человека. Специалисты лесного надзора напоминают, что за пожар, который произошел из-за халатности, отвечать придется конкретному лицу, в том числе возместить весь причиненный ущерб. А это порой миллионы рублей. Где-то кто-то отжигал траву, где-то свои сенокосные угодья, где-то просто забыли костер потушить соответствующее, что и явилось причиной лесных пожаров. Но в этом году у нас 13 виновников лесных пожаров, соответственно, возбуждены уголовные дела. Прокуратурой нами совместная работа ведется, направлены были соответствующие иски, в том числе прокуратуры в суд, о понуждении взыскании тех затрат, понесенных на тушение пожара и вред, причиненный, соответственно, лесному фонду. В этом году в Забайкалье была запущена система лесохранитель. По всему краю установлено 40 камер видеонаблюдения за обстановкой в заповедниках и лесах, которые находятся в окрестностях населенных пунктов. С их помощью было выявлено порядка 30% возгораний. Со следующего года искать очаги будут и при помощи беспилотников. Забайкальскому краю выделено 57 миллионов рублей на закупку 38 мультироторных квадрокоптеров. Соответствующий квадрокоптер будет направлен на то, чтобы выявлять нарушения и в том числе мониторинг пожарной ситуации в лесах. Данные беспилотники нам позволят летать в радиусе до более 50 километров, соответственно, и время полета уже увеличивается, что нам дает возможность больше охват территории за меньше, скажем так, деньги. В следующем году уничтоженные огнем лесные массивы будут восстановлены. Предполагается высадить порядка 1 миллиона саженцев по всему Забайкальскому краю.